Прием заявок на премию «Нашу Подмосковье» завершился 24 июня. Сейчас жители голосуют на сайте за лучший, по их мнению, проект. А мы, в свою очередь, продолжаем рассказывать о наиболее интересных из них. «Доброе сердце» — это благотворительная организация, объединяющая более двух с половиной тысяч семей с детьми-инвалидами. Ее создатель — многодетная мама Люберчанка, которая решила подарить малышам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, счастливое детство. Мастер-класс по рисованию для детей на свежем воздухе, прямо во дворе. Так творчески подходят ко всем задачам в Люберецкой организации «Доброе сердце». Самое главное из них — улучшить качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей. Появление в семье ребенка-инвалида, как ни странно, это и горько, и в то же время это дар Божий, как я считаю. И с этими детками нужно тоже заниматься. Их нужно как-то правильно за ними ухаживать, за этими детками. И родители многие, они даже не знают, что с этим ребенком делать. «Доброе сердце» работает уже на протяжении года. Здесь проводят практические занятия и лекции со специалистами для родителей. Только в Люберцах за последнее время прошло четыре больших праздника с концертной и анимационной программой, развлечениями и подарками для детей. Это «Масленица», «День матери», «Новый год» и «Праздник паруса надежды». Объединяет организация более двух с половиной тысяч семей из разных городов. Мне 35 лет, у меня четверо детей, вот самому младшему четыре месяца. Получилось, что мужу временно задерживали зарплату на работе в течение нескольких месяцев. И получилась достаточно такая неприятная финансовая ситуация. Поэтому вот решили обратиться за помощью. Помощь вообще разнообразная. Как продуктовая, как одежда, так и для дома. Очень много детей побывали на разных мероприятиях. Театры, бесплатные кинотеатры были. Потом всякие мастер-классы. Ну, то есть, очень много всего. Дети очень довольны. Кроме того, «Доброе сердце» два раза в неделю оказывает гуманитарную помощь семьям, которые в ней нуждаются. Всего в рамках проекта проведено более 200 раздач. Это отдушина какая-то, значимость какую-то. Вот, знаете, делаешь не ради денег, а ради кого-то отношения. Видишь, благодарные лица на самом деле. Познакомилась с людьми, они на самом деле благодарны. Я как на крыльях летаю в этой организации. В планах у «Доброго сердца» еще больше благотворительных и творческих мероприятий. А самое главное – открытие здоровительно-развивающего центра для детей. Вопрос стоит лишь в том, смогут ли найти помещение. Волонтеры уже давно просят помощи у администрации и у спонсоров.